Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время Оно, исходящий Иисуса вина путь, притек некий, и поклонься на колено Ему, вопрошавший Его, Учителю благий, чето сотворю, да живот вечно следствую. Иисус же речи Ему, чето мя глаголише благо, никто же благ, ток ма един Бог. Заповеди веси, ни прелюбы сотвориши, ни уби, ни укради, ни лжесвидетельствуй, ни обиди, чте отца твоего и матери. Он же, отвечав речи Ему, Учителю, ся-вся сохраних от юности моей я. Иисус же, возрев нань, возлюби и гуи речи Ему, иди на Гаисе не докончал, иди, или-ка имыши продашь, и дашь нищим, и иметь имыши сокровища на небеси, и приди и ходи во след Мене, в зем креста. Он же тряхал, быв, о словесе от Иди скорбя, бебу имения, стяжания много. И возрев Иисус глагола учеником своим, как неудобь имущее богатство в Царстве Божьем не идут. Ученицы же уже сахуся о словесех Его, Иисус же паки, отвещав глагола им, чада, как и неудобь, уповающим на богатство в Царстве Божьем в нити. Удобье бы есть вельбуду сквозе и глине уши пройти, ниже богату в Царстве Божьем в нити. Они же излих одевляхуся, глаголюще к себе, то кто может спасен быть? Возрев же на них Иисус глагола, от человека невозможно, но не от Бога. Вся бы, возможно, суть от Бога. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня четверг, 31 января, и мы с вами читаем Евангелие от Марка, главу 10, 17 по 27 стих. И сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем те евангельские строки и послушаем, как они звучат. «Когда выходил Иисус в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мати». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, «Как трудно, имеющим богатство, войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство, войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись. Иисус, возрев на них, говорит, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Вот такие евангельские строки мы с вами читаем, братья и сестры, вот и вновь мы с вами являемся свидетелями, участниками беседы Господа, и с богатыми юношей, и дальше с учениками своими, где объяснял им Спаситель ту опасность земных привязанностей. Правда же, каждый из нас в этой жизни к чему-то стремится. Каждому что-то нравится, и каждый что-то ставит какой-то ценностью в жизни своей. Для кого-то важно богатство, как сегодня мы с вами слышим, для кого-то важна власть, кому-то слава нужна. Кто-то говорит, что самое главное — это здоровье, и, соответственно, и надо все делать в жизни так, чтобы тело твое тебе никогда не подводило, чтобы всегда тебе служило, и, соответственно, ты всегда бы мог получить удовольствие от крепкого, небольного тела. Кто-то говорит, что вообще в жизни самое главное — получить удовольствие всеми способами, а там уже неважно какие, для кого-то в жизни ценностью является семья со всеми её особенностями, со всей той любовью, которая может в семье быть, с той заботой о детях, заботой друг о друге. Чаще всего эти цели человека связываются лишь только с земной жизнью, они не ведут его на небо, они не являются для него способом достичь чего-то истинного, чего-то настоящего духовного. И от этого чаще всего человеку практически невозможно, бывает, оторваться от своих привязанностей, освободиться от них даже мысленно. Вот сегодняшнее евангельское чтение нам говорит как раз об этом. Был некий юноша, да, юноша богатый, знатный, об этом другие евангелисты подробности нам говорят. И вот несмотря на вот эту вот внешнюю устроенность своей жизни, на удобство, на комфорт, на почести, которые ему как знатному человеку подобали в человеческом обществе, то этот юноша ищет чего-то большего. Здесь есть разные мнения святых отцов, толкователей, да, почему он подошёл с тем вопросом ко Христу. Есть такое мнение, что вот он, привыкнув к этому какому-то комфорту в жизни своей, искал ответ на вопрос, что как бы мне жизнь свою продлить подольше, как бы мне вообще жить, вечно умирать, вот в этой земной жизни наслаждаться комфортом. Есть такое мнение. Есть мнение, что действительно юноша искал, искал истинный, искал Бога. И что вот это воспитание его в заповедях, оно давало повод его душе искать большего. Ну, вернёмся к тексту. Мы видим, что подходит, падает перед Христом на колени, тоже очень важный момент. Здесь видим и смирение, и почтение Христа как учителя. Потому что, естественно, богатый юноша, знатный, как Христос. Кто был в земном плане, в плане общественном? Бездомный, сын плотника. И вот перед этим человеком, вот юноша падает на колени, спрашивает, учитель благий, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что делать, как поступать, как жить? А дальше видим, что Господь с определённой строгостью останавливает его, говоря, что зачем ты называешь меня благим? Ведь только Бог благ по-настоящему. Только Бог является абсолютным добром, абсолютной праведностью. Это не значит, что здесь Христос отказывается от своего божества. Нет. Просто он юноша здесь как бы задаёт вопрос, ли ты считаешь, что я Бог? К чему тогда вопросы? Ты знаешь заповеди, выполняй их. Если ты считаешь, что я просто человек, для чего тогда такая лесть в твоих словах? Неужели ты думаешь, что применив какое-то привилючение, льстивость, ты тем самым для себя найдёшь пользу? И вот дальше уже ему, опять же, напоминает заповедь. Причём, что мы видим, заповеди касаются отношений к ближнему. Что не прелюбодействуй, не убивай, не кради, почитай отца твоего мать. Это всё заповеди, как бы, обязанности человека в отношении к другим людям. Почему же так? Почему Господь не сказал о самом себе, что надо любить Бога всем сердцем, в первую очередь, как это было однажды сказано книжнику? Да этот юноша должен был это знать, так как был воспитан, воспитан в вере, воспитан в благочестии. Просто здесь нам открывается ещё что? Что если ты человек, если ты не умеешь любить ближнего, хоть это тоже слова любви здесь, то ты не научишься любить Бога, не сможешь. В каждом ближнем можно увидеть образ Божий. Каждого ближнего можно почитать хотя бы из-за того, что он есть творение Божие, и что за него Христос распялся, если мы говорим о наших новозаветных временах. Если твое сердце, оно изломано в отношении к ближнему, то как оно сможет вместить Бога? То есть опять же, видим, да, начинается как бы с меньшего к большему. Через исполнение заповедей любви к ближнему мы тем самым восходим к исполнению заповеди любви к Богу. И вот в сегодняшнем евангельском чтении об этом также говорится. Видим, юноши отвечают, Христу учитель, все это сохранил и от юности моей. Все это он воспитан, мы, родители, дали мне правильное направление жизни. Я мало того, что это слышал, я научился так жить. Здесь мы с вами можем почтить родителей этого юноши. Знаете, весьма, наверное, немного найдется таких вот благоразумных, благочестивых родителей, которые сами живут такой вот нормальной, правильной духовной жизнью. И своим примером, и словом, и опытом могут дать возможность своим собственным детям жить точно так же. Юноша, видимо, вот все вот в этом плане сложил, все было ему здесь дано, чтобы вот этот вопрос однажды он Христу задал. Хотя, опять же, в словах, что все это сохранил от юности моей, бывает, толкователи усматривают некое хвастовство и даже тщеславие, что, мол, вроде бы я все выполнил, что же мне сделать еще большего, нежели требует закон. Вполне возможно было то настроение, как у фарисеев, которые на себя возлагали обязанности по сверх такому должному посту, по сверхдолжной десятине. Но тут, чтобы нам не гадать, смотрим дальше. Господь говорит ему, одного тебе не достает, пройди все, что имеешь, продай нищим. То есть ты хочешь действительно царство Божие, хочешь вечной жизни, откажись от земного, но честь, по крайней мере, отказываться. Оторви свое сердце от этого всего. Мало того, что оторви, иди делом это сделай. Что все, что твое, отдай. Отдай тем, откуда ты потом назад не получишь. Нищим отдай. И не бойся, что ты останешься сам нищим, потому что все это тебе возместится на небе. Ты ведь небо ищешь. Так вот, не бойся для этой земной жизни остаться без всего. Будешь иметь сокровищ в небесах. А потом приходи и будь моим учеником, будь апостолом. Возьми крест, то есть уподобься мне и иди за мной. И вот это юношу смутило. Смутило, богатство большое, имение большое. И, конечно, здесь, видимо, эти помыслы, как же дальше жить, как же все это совмещать. Возможно, не такого христианства ему хотелось, а хотелось, чтобы, знаете, вроде как бы жить удобно и одновременно, вроде бы, спасаться. И вот Господь говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство в Те в Царство Божие. Не само богатство мешает человеку, а как дальше Спаситель сказал, как трудно надеющимся на богатство в Те в Царство Божие. Потому что эта надежда, вот эта привязанность к чему-то в этой жизни нам может помешать человеку на его пути к небу. Удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому в Те в Царство Божие. Да, удобнее верблюду, нагруженному товарами, протиснуться сквозь узкую калиточку возле городских ворот Иерусалима. удобнее, нежели вот человеку, который нагружен вот этими заботами о богатстве, сохранении его, оторваться от этого всего и взлететь на небо. И всё это настолько здесь изумляет учеников его, потому что они видят, что ведь люди, это большинство им живут чем? Вот этими вот задачами. Задача — найти земное счастье. Вот и говорят, что кто же может спастись, когда умы и сердца людей хвачены именно вот этим? Да, Господь открывает нам то, что касается каждого из нас, что человеком это невозможно, своими силами человек спастись не может. Свободиться от грехов человек не может своими силами, от этих привязанностей не может, но это может сделать Бог. Так вот, человек, проси у Бога, проси помощи, получишь, ибо всё возможно Богу. Вот такие евангельские строки в сегодняшний день мы прочли, братья и сёстры, читали мы Евангелие от Марка, главу 10, 17 по 27 стих. Благословение Господне да пребывает со всеми нами. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!